Апрель 1991 года. Владивосток. Ранним утром из порта по железной дороге отправился состав. В нем находился транзитный груз, следовавший из Юго-Восточной Азии в одну из скандинавских стран. В районе Красноярска поезд остановили сотрудники советской контрразведки. В одном из контейнеров была обнаружена разведывательная аппаратура, предназначенная для радиоперехвата, анализа радиационной обстановки и кинофотосъемки. По мнению контрразведчиков, иностранные спецслужбы интересовались новейшей разработкой советских конструкторов – боевым ракетным железнодорожным комплексом. Мы знали, что американцы ведут все это дело, но это задача другой службы. Это наше КГБ хорошо тогда сработало. Секрет столь пристального внимания американской разведки к боевому железнодорожному комплексу объяснялся тем, что в его вагонах, замаскированных под обычные рефрижераторы, находились три пусковых установки межконтинентальных баллистических ракет «Молодец». Каждая ракета несла 10 ядерных боеголовок индивидуального наведения. Суммарный залп комплекса превышал мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 900 раз. За разрушительную силу на Западе его ракеты прозвали «Скальпелями». Боевой железнодорожный ракетный комплекс – это ракетный комплекс четвертого поколения. Относится к самым современным ракетным комплексам. 18 лет российские железнодорожные ракетные комплексы несли боевое дежурство. Но их секреты так и остались нераскрытыми. Впервые идея вооружить железную дорогу возникла в середине 19 века в Америке. В гражданской войне между Севером и Югом, в бою под Ричмондом, была применена 32-фунтовая пушка, установленная на четырехосной платформе. Но родиной первого полноценного бронепоезда стала Южная Африка, где на рубеже двух веков вспыхнула Англобурская война. В России такая техника появилась лишь в 1914 году, в начале Первой мировой войны. С сих пор минуло почти 100 лет. Но до сих пор наша страна является единственной в мире, где существуют военные бронированные спецэшелоны. Сегодня в нашем фильме мы впервые расскажем об оружии на железнодорожной платформе. Вы узнаете неизвестную историю бронепоездов и арт-установок самого большого калибра. Мы раскроем секреты боевых комплексов с баллистическими ракетами «Молодец» и расскажем, что делают спецпоезда на Северном Кавказе. 2 ноября 1917 года из Петрограда отправились железнодорожные эшелоны с революционными войсками. Им предстояло установить советскую власть в Москве. В штаб отряда входил матрос Анатолий Железняков, отличившийся при аресте Временного правительства. В дороге к нему поступил срочный приказ – перехватить бронепоезд, двигавшийся на помощь московским юнкерам. Через несколько часов преследования балтийские матросы настигли и захватили состав противника. Анатолий Железняков возглавил команду бронепоезда, ставшего первой советской крепостью на колесах. Позже она участвовала в боях с белогвардейцами на подступах к Петрограду и на юге России. Об этих исторических событиях был снят художественный фильм «Матрос Железняк», главную роль в котором блистательно сыграл артист Анатолий Катенёв. Бронепоезд был сделан, конечно, для съёмок, но тем не менее, всё было в нём настоящее. Настоящие платформы, настоящий паровоз, орудия настоящие поставили. Огонь! Огонь из всех пулемётов! Перебью! Бежим к чёртовой матери! Проскочить на полном ходу! Во время съёмок сцены гибели матроса «Железняка» с бронепоездом произошло ЧП. Шпалы не выдержали его веса, и паровоз сошёл с рельса. То есть далеко не каждая железная дорога, наверное, могла выдержать бронепоезд. Представьте себе, а ведь всё это под снарядами, если... Да люди доверяли, доверяли свою жизнь и укрепляли как могли и мешки с песком, и броня, и всё что угодно. Гражданская война была для бронепоездов периодом их стремительного развития. По её окончании они составили основу ударных сил Красной Армии. Их численность достигла 200 единиц. Наибольшее распространение получили ударные полевые бронепоезда типа А. 18 сентября 1931 года японские войска оккупировали Маньчжурию. В дальнейшие планы Японии входил захват советского Дальнего Востока. Через два года к власти в Германии пришёл Гитлер. Угрозы с Востока и Запада заставили руководство СССР укреплять границы. В том числе и наиболее уязвимые морские участки. Мы могли бы остаться в стороне от идеи использования на железнодорожных платформах морских крупнокалиберных орудий. Это помогало создавать береговую оборону не только крупнокалиберную, то есть позволяющую бороться с линейными кораблями противника, но и достаточно подвижную, способную действовать вдоль всего нашего морского побережья. Железнодорожные арт-установки стали новым типом оружия. Они проектировались КБ Ленинградского металлического завода под руководством Александра Дукельского. Калибр этих сверхмощных орудий и гаубиц достигал от 180 до 500 мм и позволял стрелять на дальность до 120 км. Каждая батарея представляла собой своеобразный железнодорожный форт, который включал три транспортера, еще столько же вагонов с силовыми станциями, шесть вагонов погребов со снарядами и два вагона для управления стрельбой и размещения личного состава. Наиболее массовой и лучшей среди советских железнодорожных арт-установок стал легендарный морской транспортер ТМ-1-180. Для создания железнодорожных артиллерийских орудий нередко использовались башенные установки недостроенных линейных кораблей. На транспортере для ТМ-1-180 установили серийные орудия со знаменитого крейсера Киров. Их калибр 180 мм позволял стрелять 100-килограммовыми снарядами. Это была первая арт-установка, лобовая часть которой была защищена 40-мм броней. Еще одной особенностью стало то, что для транспортера не требовалось бетонного основания. Он впервые мог обеспечить круговой обстрел в любой точке маршрута арт-установки. Курсивая по железной дороге, например, вдоль Балтийского побережья, 12 орудий могли перекрестным огнем контролировать узкие Финского залива на дальности 100 километров. Июнь 1941 года. С первых дней Великая Отечественная война приобрела широкомасштабный характер. Это вновь подтолкнуло советское военное руководство к массовому строительству бронепоездов. С октября 1941 его организацией занималось главное автобронетанковое управление Красной Армии. Наибольшее распространение получили двухосные облегченные поезда ОБ-3 для артиллерийской поддержки на флангах войск. А также новые поезда, оснащенные зенитными пулеметами для прикрытия эшелонов от ударов авиации противника. Интересно, что с немецкими самолетами порой успешно справлялись и бронепоезда с пушками среднего калина. У немца был Фокки-Вульф, 109-й, кажется. Он двух фестилляжей, двумя хвостами, два у него фестилляжа. Вот. Мы его называли Рамой. И он на заре всегда вылетал, просматривал местность противника, то есть нас просматривал. Немецкий летчик, прилетавший на разведку советского бронепоезда, не знал его огневые возможности и вскоре за это поплатился. Мы имели право поднимать, он дозволял нам поднимать под 70 градусов ствол. И вот когда дали команду, что давайте попробуем по этому самолету сейчас стрельнуть. И вдруг мы сделали выстрел. Один, второй, и вдруг он загорается. Кто из нас подбил его, мы не знаем. В годы войны на бронепоездах устанавливали не только полевые пушки, пулеметы, но и реактивные установки, и даже башни с танковыми орудиями. Несмотря на бронирование, достигавшее 80 мм, срок службы бронепоездов был крайне мал. Скорострельная немецкая артиллерия, танки и авиация стали главными врагами. Оружие бронепоезда, оно очень уязвимое оружие. Он быстро уничтожается. Вот привяжем такой пример, что за войну участвовало, в Великой Отечественной войне участвовало 470 бронепоездов. А осталось действующих, что-то 90 или 80. Жизнь бронепоезда исчисляется минутами. В боевых действиях отличилась и железнодорожная артиллерия. Мобильность кочующих батарей доставляла немцам немало хлопот. Секретно. 12 мая 1942 года. Ленинград. Командующему артиллерией Ленинградского фронта генерал-майору Одинцову. Зенитчиками бригады сбит немецкий самолет-разведчик. На допросе пленный летчик заявил, что в его задачу входил поиск новой русской неуловимой артиллерийской системы под названием «Барбакадзе». Старший лейтенант «Барбакадзе» командует 12-й батареей, в которую входят транспортеры ТМ-1-180. С февраля сего года артиллеристы уничтожили до 20 объектов противника. Командир 101-й морской бригады железнодорожной артиллерии генерал-майор Дмитриев. 5 июня 1942 года при штурме Севастополя немцы впервые применили против советских войск крупнейшее в истории мировой артиллерии 807-миллиметровое железнодорожное орудие ТОР. Ее высота достигала 10-этажного дома, а вес почти полторы тысячи тонн. За месяц осада Севастополя немецкая царь Пушка выпустила по городу около 47-тонных снарядов. Но стрельба этого орудия из-за низкой точности была неэффективной. И вскоре ТОРу вернули в Германию. Они в основном имели такое моральное значение. Вот во этих громадных чемоданов, снарядов, он, в общем-то, действовал больше на психику, чем было от них толка. В ходе Великой Отечественной войны советские бронепоезда использовались не только как средство огневой поддержки пехоты, но и в качестве передвижных командных пунктов. Вечером 1 сентября 1943 года со станции Кунцево отправился неприметный железнодорожный состав. С виду он напоминал обычный товарный поезд. Но помимо платформ с дровами и гравием в нем был особый вагон. О его существовании знал только узкий круг лиц в Кремле. Это был салон для Иосифа Сталина без особо роскошного убранства. Тем не менее здесь было все необходимое для работы и отдыха маршала. Кухня, ванная комната и просторная гостиная. Главной особенностью вагона было его бронирование, из-за которого вес вагона достигал 85 тонн. Мало кто знает, что это была единственная поездка верховного главнокомандующего на фронт в годы войны. К цели безопасности состав двигался только ночью. Поэтому расстояние в 200 километров до Смоленска он преодолел за два дня. Такие правительственные поезда в советское время называли литерными. Существуют они и сегодня. В конце 40-х годов в СССР и в США появился новый класс оружия – ракеты. Они обладали высокой скоростью, дальностью полета и точностью поражения цели. Такое вооружение делало бронепоезда легко уязвимыми мишенями, а железнодорожные орудия – неэффективным оружием. Крепости на колесах пустили на слом, а крупнокалиберные артиллерийские установки законсервировали. Они просуществовали до начала 60-х годов, до печально знаменитых реформ Хрущева, когда он объявил, что морская артиллерия вообще отжила свой век, и мы полностью переходим на ракету. В 1969 году разразились пограничные конфликты между Китаем и СССР у острова Даманский в Приморье и у озера Жолонашколь под Семипалатинск. К лету 1969 года в ходе пограничных конфликтов Советский Союз и Китай потеряли убитыми более 200 военнослужащих. Территориальные притязания китайского руководства вынудили Минобороны СССР усилить военную группировку на Дальнем Востоке. Даманский явился поворотным пунктом в этом отношении. То, что происходит на нашей границе с Китаем, где по одну сторону 50 миллионов человек, а по другую сторону несколько сот миллионов человек непосредственно на границе, может создать серьезную угрозу для нашего Дальнего Востока и Сибири. Прикрыть незащищенную Транссибирскую магистраль, проходившую в некоторых местах всего в десятках километрах от советско-китайской границы, вновь были призваны тяжелые бронепоезда. В 70-х годах на Харьковском заводе транспортного машиностроения построили несколько единиц, четыре из которых отправили на Дальний Восток. Каждый из поездов был модульным и включал пять бронелетучек, способных действовать автономно. Бронелетучка комплектовалась маневренным тепловозом, двумя платформами с танками Т-62 и бронированными коробами для экипажа. В состав бронепоезда также входили основной тепловоз, командно-штабной вагон с узлом связи и открытые площадки с зенитными установками, переносными ракетными комплексами, двумя плавающими танками и восемью БТРами. Действительно мощное огневое средство, которое должно было обеспечивать прикрытие личного состава. Предполагалось, что поезд будет рассредотачивать бронелетучки по магистрали. Каждая из них могла бы контролировать зону ответственности до 100 километров, а сам бронепоезд прикрывать участок в 500 километров, что, к примеру, равняется расстоянию от Иркутска до Улан-Удэ. К счастью, использовать бронепоезда по предназначению за четверть века их службы не пришлось. В этот период в СССР был создан новый тип железнодорожной боевой техники. Совершенно секретно. 10 января 1980 года. Москва. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. По оперативным каналам из США получена фотография железнодорожного поезда с межконтинентальной баллистической ракетой МХ. По нашему мнению, такой состав обладает высокой мобильностью и скрытностью перемещения, что делает его неуязвимым для средств поражения. Председатель КГБ СССР Юрий Андропов. Информация об американском боевом железнодорожном ракетном комплексе БЖРК подтвердила правильность пути, выбранного советскими конструкторами. Еще 11 лет назад в Днепропетровске они начали разработку собственного комплекса. Конструкторское бюро Южное приступило к разработке четвертого поколения боевых ракетных комплексов. Как разновидность РТ-23 шахтного базирования, предложен был к разработке боевой железнодорожный ракетный комплекс, обладающий межконтинентальной дальностью, высокой точностью, высокой боеготовностью. Создание БЖРК, способного быстро перемещаться по железной дороге и стрелять межконтинентальными баллистическими ракетами, стало возможным благодаря высокому уровню технологического развития, которого достигла на тот период оборонная промышленность Советского Союза. Хотя всего 20 лет назад подобные проекты многими людьми воспринимались как шутка или фантастика. Нет поезд, 100 километров в час. На пути река, следите, моста нет. Поезд плавненько поднимается в воздух, перелетает в реку и пускается точно на рельсы. Порос пускает под себя мощную струю отработанного пара и пара по парам. Главным конструктором боевого железнодорожного ракетного комплекса стал академик Владимир Уткин. С Владимиром Уткиным он человек был очень эмоциональный, очень эрудированный такой. Очень переживал, когда шла подготовка к пуску. Ночами не спал, когда шли испытания. И когда уже проводился запуск ракет, конечно, он весь был такой сосредоточенный. Вот. И если удачный пуск, он не курил. Но если ракета уходила удачный пуск, он говорит, Артурдович, есть там сигаретка у тебя, давай закурим. Для ракеты железнодорожного комплекса был необходим более безопасный в эксплуатации двигатель, работающий на твердом топливе. Но подобных разработок в КБ не было. Несмотря на колоссальные трудности, такой двигатель был создан. Чтобы облегчить вес тяжелой ракеты, потребовались новые материалы. Кроме того, она не могла быть длиннее обычного вагона-рефрижератора. Но таких коротышек в Днепропетровске тоже не делали. И тогда конструкторы решили убрать сопла в сами двигатели. Хотя мировая практика ракетостроения таких решений не знала. Владимир Уткин всегда лично участвовал в воспитании всех своих изделий. Порой они проходили с риском для жизни. Мы были на командном пункте, ракета вышла. Была допущена ошибка одним харьковским предприятиям. И основной двигатель не запустился. И ракета снова упала в шахту. Был мощнейший взрыв. И ракета взорвалась. Но он тогда не потерял самообладание, Владимир Феевич. Быстро были приняты меры. И программа запусков не остановилась. Параллельно с испытаниями ракеты, проходившими в Плесецке, под руководством младшего брата Владимира Уткина Алексея, в Ленинграде был создан стартовый комплекс БРЖК. Конструкторам впервые в мире пришлось решить ряд сложнейших задач. Сто-тонная ракета должна была перевозиться в вагонах с учетом нагрузки на железнодорожную кулью, которая была рассчитана на стандартный вес пассажирских и товарных составов. Тогда Алексей Уткин придумал оригинальное решение. В составе каждые три вагона с одной пусковой установкой он соединил неразрывно. С пусковой установкой идут еще два вагона. Один вагон командный и второй вагон энергоснабжения. И нагрузка, так называемые разгрузочными устройствами, передавалась и на эти два вагона. От ракеты, да. То есть он как бы опирался туда и туда, и тогда нагрузка на ось под ракетой снижалась. К решению проблемы снижения нагрузки поезда на рельсы было подключено и Министерство путей сообщения. Часть участка непригодны были для маршрутового патрулирования. В основном на магистральных лежал рельс Р-43. И мы меняли, не мы, а Министерство путей сообщения по заданию правительства, меняли на рельс Р-65, более мощные рельсы. Шпальную решетку меняли, рельсы прокладывались, вот эти, которые бы обеспечивали эти нагрузки. Каждый БРЖК образовывал ракетный полк и состоял из трех тепловозов и девяти вагонов. Три вагона занимали пусковые установки с ракетами, а в других размещались командный пункт, автономные системы энергоснабжения, жизнеобеспечения, а также помещения для личного состава. Каждый пусковой модуль, каждая пусковая установка имеет возможность самостоятельно после разъединения выбыть на специально подготовленные позиции, специально подготовленные позиции. Тем самым создается рассредоточенный порядок применения этого ракетного комплекса, что есть меньше уязвимость для противника. Время подготовки к запуску ракеты «Молодец» не превышало 25 минут. Перед стартом вагон с ракетой устанавливался на упор. Затем открывалась крыша, и специальное устройство обесточивало и отводило в сторону контактные электропровода. После подъема пускового контейнера, чтобы не повредить реактивной струей вагон и рельсы, происходил минометный старт ракеты. На определенной высоте пороховой ускоритель наклонял ее и только затем запускался маршевый двигатель. Там первая, вторая, третья и боевая ступень разведения, которая как бы наводит индивидуально каждый блок на свою цель. Первая ступень отделяется, для нее отведен район падения, там, в Архангельской области. А вторая, третья, вторая ступень, значит, тоже есть поле падения в Тихом, в Северном Ледовитом океане. Ну и третья ступень падает непосредственно туда, на боевое поле. В 1987 году первый БЖРК под шифром П-450 был подготовлен к несению 45-суточного боевого дежурства. Строго конфиденциально. 25 октября 1987 года. Вашингтон. Президенту США Джорджу Бушу. 20 октября сего года, в соответствии с двусторонними договоренностями о контроле за стратегическими вооружениями, Советский Союз продемонстрировал новый железнодорожный ракетный комплекс. Площадку, на которой он был выставлен, сфотографировал наш разведывательный спутник. После выхода поезда со станции Показа проконтролировать его дальнейший маршрут не удалось. Директор ЦРУ Уильям Уэбстер. Начиная с конца 80-х годов, целая группировка из 12 американских разведывательных спутников постоянно пыталась отслеживать советские БЖРК на боевом дежурстве. Но сделать это из-за высокой маневренности поездов было крайне сложно. За сутки каждый спецсостав мог преодолевать расстояние в тысячу километров. При получении боевого приказа он должен был в любой точке маршрута остановиться, выполнить соответствующие операции и произвести пуск. Появление боевых ракетных железнодорожных комплексов восстановило ядерный паритет СССР с США, нарушенный в связи с размещением ракет «Першинг» в Европе. Попытка Пентагона создать собственный аналог завершилась безрезультатно. А в составе советских ракетных войск стратегического назначения были сформированы три дивизии, вооруженные БЖРК. Уникальные боевые железнодорожные ракетные комплексы с баллистическими ракетами «Молодец» прослужили около 20 лет. И по окончании гарантийного срока эксплуатации их расформировали. 11 декабря 1994 года правительство Российской Федерации приняло решение ввести в Чеченскую Республику федеральные войска для наведения конституционного порядка. В декабре 1994 года сообщение между Чеченской Республикой и Федеральным Центром России по железной дороге было прервано. Оперативной группе, возглавляемой генералом Николаем Кошманом, приказали срочно восстановить движение по северному направлению до Кизляра и Грозного. Когда в командование группировкой вступил Квашнин Анатолий Васильевич, который был назначен командующим округом, мы решали вопрос или поднимали вопрос о том, чтобы перебросили действительно бронепоезда. Но тяжелые бронепоезда не могли быстро преодолевать огромное расстояние из-за Байкалья до Чечни. Их скорость составляла всего 40 км в час. Для переброски этой громоздкой техники Министерству путей сообщения пришлось бы полностью пересмотреть расписание движения состава. И тогда, чтобы выполнить задачу в срок, командование железнодорожных войск сформировало свой спецпоезд. Вопрос сохранения жизни солдат, сержантов, офицеров, это было главное. Поэтому нам большую помощь при формировании поезда, который в дальнейшем назвали бронепоездом, я думаю, что это большой такой аванс был сделан, первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги Вадим Фельдман, он, к сожалению, его нету, он вывел и нашел бронированные платформы, бронированные вагоны. Вооружение первого спецпоезда, ставшего новым типом железнодорожной боевой техники, составили всего две БМП на платформах, которым прицепили вагоны для личного состава и восстановительных материалов. Для усиления защиты тепловоз обложили мешками с цементом и бронежилетами. Колесные пары были с ползунами, для того, чтобы они ударяли по рельсам, и если стояла мина, значит, мина взрывалась под колесами этой платформы, оттягивалась, потом восстанавливалась и шли дальше. А за ними шли платформы с восстановительными материалами. 30 декабря наскоросозданный спецпоезд номер один вышел на маршрут. Уже через 13 дней его экипажу приказали разминировать мост через реку Терек и восстановить движение поездов. Для выполнения опасной задачи была необходима поддержка войск. Я дал команду сразу ОМОНу. ОМОН туда где-то человек 200 вышел на правый берег, окопался. И мы начали проверять оба направления, чётные и нечётные. На мосту сапёры поезда обезвредили 16 противотанковых мин и вывели на ближайшую станцию две цистерны с горючим, установленные для усиления взрывного эффекта. Для прикрытия ОМОНовцев, взявших объект под охрану, со стороны Гудермеса были выставлены 4 платформы с песком и рельсами. И как оказалось не зря, боевики подготовили нападение. И где-то часов, наверное, в 16-16.30 со стороны Гудермеса был направлен состав. Порядка там 12 вагонов с тепловозом сзади. Тепловоз толкал это всё на мост. Ну, они рассчитывали, что стоят цистерны и заминированы для того, чтобы провести всё в действие. Ну, громаднейший такой удар был. Платформы взяли удар этот на себя, но это всё пошло под мост. Вскоре оборонявшимся стало ясно, что боевики на этом не остановятся. И тогда железнодорожники демонтировали рельсы и направили их в сторону поля. Где-то часа через два, по-моему, вагонов 16. Снова оттуда пошло на мост. Ну, они уже ушли под откос. И те, и другая сторона тоже самое. Боевики начали шквальный обстрел моста, пытаясь захватить его любой ценой. Силы были неравными, и военные железнодорожники применили хитрость. На ближайшую станцию они подогнали несколько дизельных автомобилей «Крас». Их двигатели начали работать на максимальных оборотах, создавая оглушительный рел. В это время старшая оперативной группы в ходе сеанса связи с подчиненными выдал в эфир дезинформацию, рассчитанную на радиоперехват боевиков. У меня был позывной «Большой». Вот, что за шо у вас? Я говорю, все, подошли. Я говорю, там пять больших коробочек и семь маленьких коробочек. Ну, большая коробочка – это был танк, маленькая – это БТР. На боевиков информация подействовала отрезвляюще. Попытки захвата моста прекратились. Вскоре в составе группировки железнодорожных войск в Чечне появился второй специальный поезд. Во время первой военной кампании боевая работа спецпоездов позволила восстановить движение по железной дороге в республике. Но через три года их помощь понадобилась вновь. Начиная с первых дней проведения контртеррористической операции в северо-кавказском регионе, для обеспечения войск всем необходимым были привлечены железнодорожные войска с задачей транспортного обеспечения и технического прикрытия железнодорожных объектов на сети Грозненского отделения северо-кавказской железной дороги. С этой целью были созданы пять новых спецпоездов. Этот поезд можно назвать наследником бронепоездов советского периода. Не случайно такие составы железнодорожных войск выполняют боевые задачи в зоне контртеррористической операции на Северном Кавказе. Они служат для разминирования железных дорог и мостов, инженерной разведки и сопровождения воинских грузов. Благодаря спутниковой связи и навигации командир спецпоезда может не только прогнозировать безопасный маршрут, но и связываться с вышестоящими штабами в режиме закрытой связи. 200-миллиметровая броня защищает личный состав от пуль крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок. Для самообороны поезд имеет танк Т-62, зенитную установку, АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберный пулемет «Утёс». Защиту от дистанционного подрыва взрывных устройств обеспечивает специальный вагон радиоэлектронной борьбы. Для избежания подрыва на минах впереди состава установлены две платформы с гравием и огневой точкой. 12 июля 2002 года спецпоезду «Байкал» поступил приказ командующего оперативной группой на сопровождение особо важного эшелона от станции «Моздок» до «Ханкалы». Было 200 тонн взрывчатых веществ. По данным разведки, боевики готовили подрыв данного эшелона. В случае подрыва командир «Байкала» должен был принять удар противника первым, но при этом попытаться выполнить задачу. В течение 40 минут я восстановить должен или впереди себя, если меня впереди подрывает, или подо мной, или взади. Ну, соответственно, скорее всего, буду подрывать сзади, потому что, чтобы отрезать меня от спецпоезда. По выходу «Байкала» на маршрут, наблюдатель с первой платформы спецпоезда обнаружил в придорожных зарослях камыша засаду противника. Командир тут же отдал приказ открыть огонь из всех видов оружия. В результате обстрела боевики были уничтожены, и в дальнейшем при инженерной разведке данного участка железнодорожного полотна было обнаружено два фугаса, готовые к применению. После этого «Байкал» успешно провел эшелон с ценным грузом к месту назначения. За этой служебно-боевой задачей последовали другие, не менее ответственные. На дежурство, как правило, выходят два спецпоезда. Они передвигаются друг относительно друга на расстоянии одного перегона. Ведущий обеспечивает безопасность следующего за ним поезда, который перевозит грузы и личный состав. На первых платформах располагаются сапёры, которые при необходимости спешиваются и проводят сплошное разминирование железнодорожного полотна. Раньше на вооружении были миноискатели. Сейчас прогресс идёт вперёд. Сейчас не только миноискатели, и металлодетекторы, и противорадиоуправляемых мин, фугасов, нас снабдили приборами специальными, которые обнаруживают именно в приборах наличие радиоэлементов. Боевики постоянно изобретают новые фугасы и методы борьбы с российской железнодорожной техникой. Осенью 2002 года спецпоезд «Байкал» вышел в очередной рейд. На одном из перегонов он поравнялся с крупным воинским эшелоном. Шел эшелон с техникой. В составе эшелона было два выездных караула. В подобных вагонах ехали они. Между ними стоял наш вагон с аппаратурой. Боевики давно поджидали такую большую цель. Подорвать сразу два железнодорожных состава, сошедшихся на одной станции, стало бы для них крупной удачей. Но противник не учёл возможности мощных генераторов помех, работавших на спецпоезде «Байкал» и блокировавших все радиоуправляемые взрывные устройства в радиусе 50 метров. Взрыв произошёл где-то через 5-6 платформ. То есть где-то порядка, около 100 метров от них произошёл взрыв. Люди не пострадали. Пострадал один, ну, был... Один Урал, короче, сошёл... Одна платформа сошла с рельс, ну, там Урала упала машина, и, в общем-то, люди остались целые. Очередная служебно-боевая задача спецпоездом была выполнена. Кроме «Байкала», на территории Чеченской республики до сих пор успешно действуют составы «Амур», «Терек», «Дон» и «Казьма-Минин». День 3-й, ваш лукас в район, кто в выполнении боевой задачи? Прошу подтверждения. День 3-й, ваш лукас в район, кто в выполнении боевой задачи? Ставных и 6-ти локальных операций. Для этого будут сформированы части быстрого реагирования. Руководители стран НАТО подписали и договор о создании в Европе противоракетной обороны. Основные базы будут размещены в непосредственной близости от территории России. В случае обострения обстановки у ее границ разрешение любого конфликта будет невозможным без участия железнодорожных войск. Сейчас все развивается у нас быстрыми темпами, и мы не отстаем в этом развитии. И по тому количеству и качеству, которых сегодня подвижной состав у нас здесь присутствует в специальных наших поездах, это видно наглядно. Конечно, идет развитие в сторону защищенности перевозимого личного состава. Для выполнения задач, стоящих перед железнодорожными войсками России, в новой государственной программе вооружений, рассчитанной до 2015 года, учтены и их потребности. Боевая техника на железнодорожных платформах – уникальное ноу-хау российской армии. Бронепоезда, арт-установки и ракетные комплексы – грозная сила, которая применялась в наиболее критические моменты в истории страны. Это было продиктовано исторической и географической ситуациями вокруг самой большой территории мира. Ведь протяженность стальных магистралей России составляет 140 тысяч километров. Ими три с половиной раза можно опоясать нашу землю по экватору. Угроза международного терроризма диктует необходимость сохранения железнодорожной военной техники и уникальных технологий ее применения. Ведь не зря американский писатель Ричард Бах говорил, чтобы предотвратить близкие беды, нужно смотреть далеко в будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин